Вот такие вот у нас насухи живут, посмотрите, классные ребята, соседи наши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Сегодня 18 марта 2020 года. И хотелось бы сказать несколько слов о коронавирусе, о той шумихе, которая вокруг него поднята. И что самое интересное, в конце этого ролика вас ждет несколько советов, на мой взгляд, очень актуальных и дельных, о том, как заработать на открывающихся возможностях. Давайте вместе обдумаем некоторые факты. Коронавирусы были впервые открыты в 1965 году. Известно около 40 их подвидов. Некоторыми странами активно велись работы по созданию на основе коронавирусов бактериологического оружия. Я процитирую депутата Государственной Думы Владимира Федорова. Некоторые китайские ученые считают, что местом возникновения данного коронавируса стали лаборатории в городе Ухань, где исследовали заболевания летучих мышей. В то же время официальный представитель МИД Китая считает, что вирусы возникли, потому что их завезли в этот город американские военные. Он призвал американские власти поделиться этой информацией с общественностью. Не знаем, где правда, но то, что вот где-то между этих двух держав, так скажем, возник этот вирус, это однозначно. И что Россия здесь, слава богу, ни при чем, это тоже радует, потому что все очень любят во всех грехах в последнее время обвинять Россию. Я вообще поражаюсь, как не додумались ее обвинить в этом вирусе, который сейчас мы все большими ложками расхлебываем. А теперь вопрос лично от меня. Почему все мировые СМИ так неожиданно, как по команде, вдруг начали говорить об этом вирусе? То есть ни для кого не секрет, кто владеет мировыми СМИ и каким семьям они принадлежат и подчиняются. Я в свое время занимался политическим консалтингом и усвоил очень важную вещь. У каждой новости есть хозяин. Просто так в этом мире ничего уже давным-давно не происходит. А кто может так сильно и слаженно повлиять на мировые СМИ, ни для кого не секрет. Знаете такое выражение? Собака смотрит на брошенную палку, а лев смотрит на того, кто ее бросил. Так давайте мы вместе с вами посмотрим и на палку, и на того, кто ее бросил, и проведем небольшой анализ ситуации и открывающейся в связи с этой ситуацией возможности. Мировой финансовый кризис назрел не вчера. Экономика, она давно нуждается в том, чтобы выпустить пар. Как удобно вроде получилось, да, смотрите. Фондовый рынок рухнул, и в этот момент все сидят по домам, потому что вокруг эпидемия, никаких протестов, все тихо, спокойно. Границы многие закрыты, аэропорты многие закрыты. Люди как бы боятся чихнуть и запуганы настолько, что они не думают даже о том, что они могут потерять свои, допустим, пенсионные накопления, о чем мы поговорим чуть дальше. Давайте вспомним самые громкие эпидемии за последние годы. Я вот подготовил небольшой список. Итак, 2001 год, сибирская язва. 2002 год, вирус западного Нила. 2003 год, SARS, острый респираторный синдром или атипичная пневмония. 2005 год, птичий гриб. 2009 год, свиной гриб. Тут я хочу заметить, что я знал людей, которые занимались информационной поддержкой двух последних вирусов. Оба вируса были использованы в пиар-войне между китами мясной промышленности и птицеводства. А вот были они специально разработаны или нет? Это тайна, окутанная мраком, но использованы оба вируса были для подрыва бизнеса конкурентов путем информационной войны. Настоящая была вот такая мощнейшая информационная война. Наработки она дала очень глобальные. Все про эту историю знают. И все эти наработки, я вот вижу, как они в сегодняшней ситуации тоже продолжают применяться. Так, продолжаем. 2014 год у нас была Эбола. 2016 год Зика. Вот Зика вообще просто улет. Это вирус, который был открыт в 1947 году, широко распространен с тех пор и поныне. Что произошло в 2016 году, что вдруг про него неожиданно вспомнили и так же неожиданно, как по команде, забыли. Я думаю, что это была репетиция того, что мы наблюдаем сегодня. И возможно, что сегодня это тоже репетиция чего-то более глобального, что произойдет через несколько лет. Сейчас наш космарь от коронавируса. Я, извиняюсь, я буду иногда смотреть в компьютер, потому что я здесь собрал очень много интересных данных, которые я не запомню так быстро. Вот смотрите, по данным на вчера, на 17 марта, подтверждено 197 425 случаев заражения в 164 странах, около 8000 летальных исходов. От обычного гриппа умирает 650 тысяч человек ежегодно. Просто от обычного гриппа. И об этом все молчат, тишина, все привыкли. Говорят, что от коронавируса нет лекарств. Ну так от многих других вирусов нет лекарств. Вот от обычного гриппа тоже нет лекарств. А на второй стадии больным коронавирусом, кстати, назначают совершенно обычные для пневмонии антибиотики. Так как основную опасность представляют обычные бактерии, которым вирус открывает доступ в организм больного. То есть люди умирают не от самого вируса, а от того, что ослабевает иммунитет и в легкие начинают проникать бактерии, гриппки, которые в принципе обычно опасности не представляют. Смертность коронавируса гораздо ниже, чем от атипичной пневмонии. А если посмотреть список болезней, от которых умирает больше всего людей, то коронавирус будет далеко не в первой десятке. Сегодня, кстати, пришла новость из Индии, где медики научились эффективно лечить коронавирус. Мне прислали список препаратов, там единственное, нет точных дозировок, но по крайней мере я в описании к ролику выложу список всех этих препаратов. Может быть кому-то это пригодится в сегодняшней ситуации. Так, теперь самая интересная новость на сегодня. Швеция не закрыла границы, правительство не принимает никаких чрезвычайных мер в борьбе с распространением опасного вируса. Премьер-министр Стефан Лёвфен заявил, что будет введена некая форма контроля для въезжающих в страну. Ну это я так думаю, что в аэропортах будут санитарные контроли, которые меряют температуру, все как стандартно. Но самое интересное, что шведские ученые утверждают, вопреки мнению своих коллег из других стран, что коронавирус безопасен. Что среди заразившихся уровень смертности всего 2%, а не 10, как нам говорят в остальных СМИ. В Швеции, кстати, число заболевших превысило отметку в 1000 человек. Три человека умерло, один выздоровел, трое в тяжелом состоянии. В последнее время не зарегистрировано большого числа новых случаев заражения. И весь бизнес продолжает функционировать в прежнем режиме, как ни в чем не бывало. Лично меня панические настроения СМИ очень сильно настораживают. То есть похоже на манипуляцию, которая является своего рода дымовой завесой, за которой в настоящий момент, ну как скажем, богатые люди, киты так называемые, они дербанят рынки. И в первую очередь нефтяной рынок. Все как по нотам у них всегда здесь происходит. И тема раздувается очень сильно. Паника, которая сейчас в мире царит, она имеет очень глубокие корни, она управляема. То есть есть такая попытка, ну скажем так, манипуляторов, которые управляют нашим обществом, выйти из глобального кризиса через искусственную созданную и раздутую проблему. И цель в том, чтобы усилить контроль над людьми, то есть вплоть до установки чипов, потому что скажут, а вот вам, пожалуйста, чип, вдруг вы заболеете, мы отследим тогда, с кем вы еще общались по другим чипам, и сразу их поместим в карантин. Классная идея, классная, удобно, удобно. То же самое можно и деньги наличные отменить, потому что через них вирус может переходить. Опять же будет больше контроля. В общем, собираются у нас ввести новый мировой порядок. И от каждого из нас зависит, как мы в этом новом мировом порядке обустроимся и какую нишу мы займем. Потому что мир меняется. Это то же самое, когда перестройка в России происходила, или когда был кризис 2008 года. То есть менялись условия, соответственно, некоторые люди к ним быстрее приспосабливались и добивались больших успехов, а некоторые шли на дно. Самый главный вопрос вот этого разговора, это что нам со всем этим делать? Сейчас мы уже ситуацию немножко проанализировали. Как из нее выходить? Вот мы, например, занимаемся туризмом. Считается, что туризм пострадал больше всего от коронавируса. Ну, наверное, да? Да? Наверное, это так, но все зависит от отношения к ситуации. Вот у нас, к счастью, все группы, которые рыбачили в Коста-Рике в марте, успели выехать до вот этих всех глобальных проблем. Все уже дома с отличными впечатлениями, с трофеями. В Чили у нас сейчас до сих пор одна группа рыбачит. Красота! Слушайте, там просто вообще сказка. Понятно, что когда они будут лететь домой, они там пройдут этот санитарный кордон. Я, в принципе, смотрел видео, мне присылали с Шереметьево, как все это выглядит. Ну, ничего страшного, все очень культурно, красиво сделано. Молодцы! Мы как-то оперативно на все это отреагировали, отложили несколько поездок на следующий год. То есть там одна группа в Чили на следующий год у нас перенеслась, в Коста-Рике вот сейчас должна была быть группа. Мы ее, наверное, где-то в июне примем или в июле. То есть как только ситуация устаканится, все группы, которые должны были рыбачить с нами, они будут точно так же с нами рыбачить по тем же самым программам, ничего не меняется. Никакие деньги никто не потерял и не потеряет. Здесь очень важно, чтобы все это понимали, что мы заботимся о наших клиентах и они ни в коем случае не должны страдать из-за каких-то таких глобальных катаклизмов. Мне очень тяжело это говорить, но я призываю всех отказаться сейчас от поездок хотя бы до середины апреля. То есть мой прогноз, что в ближайшие две недели вся эта ситуация, она очень быстро сойдет на нет. Так же как она резко появилась, так она сойдет на нет, потому что этому есть определенные экономические предпосылки, о которых я поговорю чуть позже. Пройдет может быть месяц, да, и все опять начнут ездить. Поэтому я призываю сейчас, пользуясь тем, что есть время, да, там многие сейчас сидят дома, допустим. Планируйте поездки, смотрите, на лето, на осень, ничего страшного не произойдет. То есть есть страны, куда, допустим, очень долго оформляются визы. Например, вот Папуа Новая Гвинея делает визы до четырех месяцев. В Канаде практически то же самое. Вот допустим, у вас есть идея съездить в Канаду. Почему сейчас не сдать на визу? Ну, допустим, если поездка в 2020 году не состоится, ну, поедете в 2021, зато у вас будет мультивиза на весь срок действия паспорта. Канадцы до 10 лет ставят визу. То есть почему об этом не подумать сейчас и как-то вот такими положительными действиями, да, не отвлечься от стресса, который вокруг царит в связи с коронавирусом. В общем, еще раз я акцентирую внимание на важном моменте. Смотрите. И мы, и владельцы отелей, и владельцы катеров, все все понимаем. То есть если вы оплачиваете какой-то тур и в связи с вирусом он перенесется на поздний срок, то вы никаких денег не потеряете. То есть такого не буду, что вам скажут, ой, извините, это форс-мажор. Ну, никакая предоплата не возвращается. Нет. Тем более с нашими клиентами мы так поступать не можем. У нас все клиенты постоянные. Даже я вот сейчас воевал там с некоторыми отелями, которые не хотели деньги возвращать. Но, слава богу, эти деньги заморозили, и мы их используем в дальнейшем для других поездок. То есть клиенты постоянные, их надо беречь, их надо поддерживать. И даже сейчас я этот ролик записываю в большем, наверное, основной посыл, знаете, вот успокоить наших постоянных клиентов, чтобы они не наделали глупости и не начали сейчас распродавать активы, там, закрывать бизнес и еще какие-нибудь шаги, которые потом приведут к тому, что у них не будет денег на рыбалки, те же самые, или на путешествия. То есть моя цель, да, показать, ну, какой-то вот сторонний взгляд, да, на эту ситуацию и помочь вам использовать те возможности, которые открываются сейчас, огромные возможности. Сейчас я буду про них вам рассказывать. Вот, смотрите, я помимо туризма консультирую постоянных клиентов по бизнесу. Раньше я занимался политконсалтингом, сейчас этого я не делаю, то есть бизнес-консалтинг, инвестирование. Вот про инвестирование. То, что фондовый рынок рухнет, мы ждали с конца прошлого года. То есть, да, мы все позиции закрыли, и некоторые особо рисковые ребята встали в шорт, то есть они играли на падение рынка. Криптовалютный рынок, я всем своим клиентам сказал, что 25 января мы закрываем позиции, встаем в шорт. Мы там встали чуть-чуть рано в шорт, ну и слава богу, потому что сейчас там были бы огромные потери, а так все в прибыли. То есть я пользуюсь не только стандартным техническим анализом, когда там смотрят по графикам. У меня очень интересные аналитики, которые совершенно других областей, но они отслеживают общую мировую тенденцию и дают очень дельные советы. То есть мы не пытаемся, знаете, сегодня купить, там завтра продать. Мы пытаемся ловить такие глобальные волны, вот, например, сейчас очень хорошая ситуация, то есть мы сейчас собираемся откупать дно, которое сейчас формируется и на фондовом рынке, и на криптовалютном, и призываем вас вместе с нами во всем этом мероприятии поучаствовать. Фондовый рынок сейчас просел в разы, и там идет процесс формирования нового дна. То есть очень хороший момент, чтобы держать руку на пульсе и в нужный момент скупить те активы, которые очень сильно просели. Вопрос только в том, чтобы не ошибиться в нахождении этого самого дна, поэтому я еще раз повторюсь, что обычные технологии теханализа, которые все трейдеры применяют, они в случае манипуляций глобальных с рынком, они не работают. То есть здесь надо, как говорится, не спешить, закинуть удочку и ждать. Но я даю срок, что максимум неделя, может быть, 10 дней, и нужно будет заранее выбранные позиции откупать. Кстати, акции авиалинии уже просели на 70%, и это еще не дно. И нужно понимать, что этому сектору разориться не дадут. А вот акции Боинга, допустим, упали с 400 долларов до 150. Сектор, где 160 тысяч рабочих мест будет поддержан государством, и там сейчас начнутся колоссальные чудеса. Акции, ну вот мой прогноз, да, акции еще втоптают в пол, чтобы потом выжать деньги с государством. Это вот Уолл-стрит отлично умеет делать, и такой сценарий мы сейчас будем наблюдать. Многие американские компании платили дивиденды работникам акции, которые они выкупали сами у себя. То есть вы сейчас представьте, что вот пенсионные фонды владеют огромным количеством акций, которые резко упали. То есть, что сейчас эти работники останутся без пенсий, Америка не даст этого сделать. Будет поддержка определенная. Так что сейчас выкачу деньги еще раз из государства, которые их там печатают. Во всю у них там эти печатные станки не смолкают ни на минуту. И дальше, те люди, которые скупят сейчас акции определенных компаний в нужный момент, они соответственно в разы, в десятки, может быть раз в течение нескольких лет заработают. Вот такая компания, мы сейчас близко к океану. Давайте возьмем пример, близкий к океану, компания Royal Caribbean. Все знают, там одна из лучших круизных компаний в мире. Ее акции у нас просели со 140 до 30 долларов. Прекрасная компания, миллиардные активы, свои терминалы во многих странах, куча кораблей. Просто вообще шик. И сейчас, опять же, нужно смотреть на такие компании, чтобы не пропустить момент, когда все это можно по дешевке выкупить. В любой момент найдется какая-нибудь вакцина. Ну, знаете как, произойдет очередной информационный сброс, и вся эта лавочка с дешевыми акциями, она резко закроется. Вот. А криптовалюта, это вообще тема, она в любой момент сейчас может стрельнуть против рынка. То есть, я думаю, что если начнутся проблемы в финансовой сфере, и плюс сейчас якобы наличные деньги переносят вирус, то криптовалюта может стрельнуть раньше, чем стрельнет рынок. Но перед этим она еще упадет. Потому что я там смотрю на объемы, то есть, пока не видно таких огромных закупок. То есть, пока крупные игроки не тарятся. Я думаю, что чуть-чуть еще там будет поход вниз, и потом резкий выстрел вверх. То есть, мое предложение, это всем вместе заработать на этой вакханалии. Потому что один человек, он не способен анализировать все рынки. То есть, здесь нужна действительно команда. Я готов помогать только нашим постоянным клиентам, с которыми я лично знаком, делать вместе совместные вложения, в которых я готов там нести точно такие же риски. И идея в том, чтобы наши постоянные клиенты стали еще богаче в этот кризис. И ни в коем случае они потом не говорили, ой, Игорь, ты знаешь, у нас что-то так все тяжело, вот не на что поехать на рыбалку. Вот, господи, ребята, давайте заработаем. Я со своей стороны только за, у меня там нет миллионов, да, но за какие-то разумные деньги я готов нести солидарную ответственность, и вместе их будем зарабатывать. Хочется, чтобы пришел день, когда где-нибудь на рыбалке, сидя у костра, там, или на том же катере, там, глядя на закат за рюмочкой вина. Мы вспомнили этот день, вспомнили этот разговор и подняли тот заславика, который не очканул, когда вокруг царила паника, и народ скупал гречку и макароны в магазинах. Старайтесь во время любой паники сохранять трезвый рассудок, не перегружайте свой разум. Он должен быть всегда оставаться холодным, он должен всегда трезво анализировать входящую информацию. Не нужно, знаете, уподобляться человеку, который пьет из каждой лужи. То есть все эти новости, которые огромным потоком сейчас выливают в сознание, они имеют четкую цель. То есть посеять панику, создать ажиотажные распродажи на рынках и, опять же, манипулировать толпой. Пожалуйста, будьте спокойнее, будьте взвешеннее, будьте над всем этим. Не нужно в себя всю информацию закачивать. Знаете, есть такое выражение, что умножающие знания умножают печаль. Вот старайтесь этого не делать. Оставайтесь хозяевами своей жизни, бизнеса. Оставайтесь хозяевами своих решений. Никуда не спешите, не торопитесь. Все. Обдумывайте каждый шаг и не поддавайтесь массовым настроениям. Всегда нужно играть против толпы. Вот вы не пьете воду из каждой лужи и с новостями точно так же нужно поступать. То есть очень дозированно в себя все это дело запускайте. Иначе заработаете невроз, перегреете свой разум и не сможете критично оценивать происходящее вокруг. Напоследок очень интересный совет. Вот я сам это делаю. Совет от моего врача, вирусолог с огромным стажем. Как поддержать иммунитет. Берете дольку чеснока, нарезаете кусочками и столько же имбиря кладете в ложечку столовую. Утром натощак все это, оп, не жуя, как таблеточки и запиваете водой. Каждый день это делайте, пока вся эта история с вирусом не закончится. И у вас будет крепкое здоровье и железный иммунитет. Также пейте чай с малиной или пейте чай с медом. То есть что вам больше нравится. Потому что это поднимает очень сильный иммунитет местный. Как раз то место, куда в первую очередь проникает коронавирус. Так что, пожалуйста, будьте здоровы, спокойны, уверены в своих поступках и уверены в своем будущем. И старайтесь ценить людей, которые вас поддерживают в любой ситуации. Старайтесь поддерживать своих близких. И все-таки, знаете, в будущем я вот чувствую, что нужно формировать такие сообщества, которые будут, так сказать, готовы поддержать друг друга и вместе решать определенные задачи. Давайте с огромной любовью всем хорошего дня и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok